Каждый год в эти дни наш народ вспоминает Великую Отечественную войну, чтит память павших воинов, приносит слова благодарности живым. Инициативная группа «Верь в Тверь» провела акцию по доставке и вручению продуктовых наборов для ветеранов в преддверии 9 мая. Подробности у нашего корреспондента. В пакетах продукты первой необходимости. Крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, сладости и чай. В список получателей были включены участники сражений Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети-узники концлагерей. Предпраздничное настроение. Мы пришли не от политиков, не от каких-то агитационных групп, просто пришли от Тверского народа. Выразить вам благодарность. Примите, пожалуйста, эти бронтовые пакеты, эти цветы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. После вручения подарков, в свою очередь, ветераны делились с визитерами воспоминаниями о военных буднях. Благодарили не только за цветы и продукты, но и в первую очередь за внимание. А участники акции пожелали ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Спасибо вам. Слава и честь вам. Спасибо большое. Поздравляем. Долгих лет вам здоровья. Спасибо. Александр Дашковский. Идея проведения мероприятия появилась давно. И спустя некоторое время в этом году получилось все реализовать. Это родилось буквально на протяжении нескольких лет назад в наших сердцах. Такой был отклик, помощь ветеранам. И мы приняли решение, что в следующем году, а именно в 2021 году, ближе к 9 мая, сами проведем эту акцию. Спасибо, конечно, всем активным, принятым участникам, которые это предприниматели, это просто люди. К акции присоединились многие неравнодушные предприниматели Твери, оказав помощь в организации сбора продуктов и доставке их до адресатов. В данной акции я участвую впервые. О ребятах знаю не понаслышке. Как говорится, слова подтверждают дело. Собственно говоря, услышал, решил принять участие, поддержать. Каждый год в майские дни наш народ вспоминает Великую Отечественную войну. Чтит память павших воинов, приносит слова благодарности живым. За то, что сделали те люди, мы, наше поколение, поколение молодых имеет возможность жить, работать, учиться, рожать детей под наше мирное время, мирное наше спокойное небо. Так что я хочу сегодня просто этих ребят поблагодарить. И еще, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех наших ветеранов с таким великим праздником, с такой великой победой. Пожелать им крепкого здоровья, всего самого доброго. Общаясь с ветеранами, участники акции подчеркнули, что готовы оказывать помощь не только в преддверии праздника, но и в любое другое время.